И снова здравствуйте, меня зовут Ева Лехцер, рада всех приветствовать на своем канале. В данном видео будем рассматривать расклад на тему мыслей, чувства и подсознания вашего партнера к вам на текущий момент. То есть в разрезе того времени, на которое вы смотрите данный расклад. Работать мы будем с вами при помощи двух колод. Первая колода Норман Пейрим, она покажет текущую ситуацию в ваших отношениях на данный момент. И Wildwood Tarot нам покажет мысли, чувства и подсознания вашего партнера к вам. Повторюсь, расклад универсальный, он отыгрывается как для мужчин, так и для женщин. Только если смотрят мужчины, вам необходимо проецировать все карты на свою партнершу. Если смотрят женщины, вы проецируете на своего мужчину. Основная задача, напоминаю вам, что расклад проиграется с вами только в том случае, если вы действительно расслаблены, настроены, ничто вас не тревожит, ни посторонние мысли, ни посторонние звуки, ни родственники. То есть вы действительно комфортно себя чувствуете и смотрите его в спокойной обстановке. Это вам позволяет настроиться на одну волну и соответственно наиболее точно услышать вам ваше подсознание. Всего у нас с вами будет 8 вариантов. Как правило, вы либо загадываете заранее себе какую-то цифру, либо выбираете ту стопку карт, которая на вас смотрит. Во время расклада проговаривайте, пожалуйста, ваши имена, даты рождения, если вы знаете дату рождения вашего партнера или партнерши. Если не знаете, то визуализируйте, пожалуйста, образ этого человека. Итак, я на Немерман выложу 8 арканов. В текущей ситуации остальное будем дополнять картами Таро. Итак, основу ситуации в ваших взаимоотношениях на данный момент. Все арканы буду вам подносить, вам все будет хорошо видно, не переживайте, просто сосредоточьтесь и выберите, пожалуйста, карту. Для тех, кто мне пишет, что вам недостаточно времени, дабы определиться с выбором, но кнопку паузы никто не отменял, пожалуйста, вы можете нажать на стоп и выбирать, сколько вашей души угодно. Итак, давайте смотреть. Для тех, кто выбрал первый вариант. Основа ситуации в ваших взаимоотношениях. Карта Якорь. Ну, она указывает, как правило, либо на стабильное положение вещей, то есть ситуация в ваших взаимоотношениях не меняется, либо иногда указывает на стагнацию. Но по данному аркану вы хотите стабильных, прочных и долгосрочных отношений. Давайте посмотрим, чего же на самом деле хочет ваш партнер, как он к вам относится. Итак, что у него к вам в мыслях? В мыслях. Здесь у нас падает аркан правосудия. Карта говорит о справедливом отношении, то есть человек хочет равных взаимоотношений, равенства полов, да, то есть чтобы не было подавлений с чьей-либо стороны, когда это партнеры идут в отношениях рука об руку. Иногда аркан может указывать на ситуацию, что вы находитесь в официальном брачном союзе, либо мужчине хотелось бы с вами официального брачного союза, потому что по этому аркану, как правило, мужчина не только хочет, но и готов нести какую-то ответственность за вас и за ваши взаимоотношения. Что же у него к вам в чувствах? В чувствах. Здесь у нас падает аркан шаман, либо маг. Это желание контролировать ситуацию, развивать ее в соответствии с его желаниями и его в целом взглядами на жизнь. То есть мужчина четко хочет держать руку на пульсе и направлять вас в то русло и ваши взаимоотношения, которые удобны ему. Так, что у него в плане в подсознании? Ну, это карта императора. Я вам скажу больше. По вот этим вот арканам мужчина однозначно либо может являться вашим супругом, либо стремиться таковым стать. Это во-первых. Во-вторых, как правило, здесь мужчина при хорошем чине, хорошей работе, либо у него неплохая должность, либо собственный бизнес, потому что по всем арканам мужчина очень такой авторитетный, авторитарный и прочно стоит на ногах. Хозяин положения во всех смыслах этого слова, да? Как в финансовом аспекте, так и в личной жизни мужчины, который все держит под контроль. Какой же все-таки шаг будет делать мужчина в отношении вас в ближайшее время? А здесь у нас падает перевернутая луна. Это карта либо самообмана, либо иллюзии, либо мужчина в целом не понимает, что здесь происходит на текущий момент. То есть каким-то образом закрыто его подсознание. Давайте уточним последний аркан, с чем он сопряжен. Пятерка кубков. Карта разочарования, либо потерь. Из-за чего это могло произойти? Иногда карта перевернутая луна указывает на ситуацию обмана, либо измен. И по пятерке кубков, если, например, измена таковая была, мужчина об этом сожалеет. Почему? Потому что пятерка кубков – это карта не только, знаете, эмоционального разочарования, душевного раздрая. Это желание исправить ошибки прошлого. Если ситуация у вас отыгрывается именно таковым образом, здесь уже, безусловно, решать вам, прощайте этого мужчину или нет. Но в целом, если просто между вами была ссора, либо разрыв, то действительно человек об этом сожалеет. Для тех, кто выбрал второй вариант. Ребенок. Ну, эта карта говорит о том, что либо вы пытаетесь в этих отношениях начать все с чистого листа, либо дать им новое начало, новый старт. Либо же сам по себе, Аркан, да, может указывать на то, что связующим звеном в ваших отношениях является наличие ребенка. Здесь, безусловно, может отыграться у всех по-разному. Давайте же смотреть отношения вашего партнера к вам. Итак, что у вашего мужчины к вам в мыслях? Так, здесь у нас падает пятерка Пентакли. Это карта кризиса духовного, либо карта бедности. Это знаете, как в целом желание. Вот посмотрите. Желание переждать грозу. Укрыться от бури в этих взаимоотношениях. Либо кризиса, либо непонимания. То есть, например, если у вас напряженная обстановка, мужчина, знаете, ждет удобного момента, дабы заново разжечь костер ваших взаимоотношений. Потому что по этой карте он действительно будет пытаться каким-то образом исправить эту ситуацию непонимания. Что же с позиции чувств? То здесь у нас падает двойка жезлов. Мужчина может находиться в стадии выбора. То есть, например, вступать в эту реку дважды или нет, или в целом ищет для себя новые варианты. Может, к тому же, вас, например, с кем-то сопоставлять. Сравнивать, кто лучше, кто хуже, да, кто ему подходит в эмоциональном, сексуальном контексте, в бытовом и так далее. Мы с позиции его подсознания. Здесь у нас падает перевернутая пятерка кубков. Эта карта указывает на ситуацию, знаете, когда человек пытается заново либо построить, либо каким-то образом наладить ваши взаимоотношения. То есть, внести какую-то лепту. Наладить с вами контакт. Потому что, ну, вот здесь понимаете, например, накосячил, но не знает, как из этой ситуации выйти. Какие же действия будут в отношении вас вам предпринимать? Здесь у нас падает перевернутый пас жезлов. Ну, на текущий момент, например, мужчина может сдать от вас какого-то сообщения. То есть, какого-то первого шага. Но в целом данный аркан указывает на ситуацию двоякости в отношениях. Все-таки мужчина может вас с кем-то сопоставить, с кем-то сравнивать. Потому что, как правило, это карта непривычного формата вашей связи, да. Ну, и очень часто данный аркан указывает все-таки на ситуацию неверности, либо наличие альтернативного выбора. Для тех, кто выбрал третий вариант. Основой вашей ситуации. Здесь падает башня. По данному аркану вы либо можете находиться на расстоянии, либо в целом, знаете, как замкнулись друг от друга и не находите причин для сбежения. Если вы, например, находитесь в паре, то по этой карте, то знаете, одиночество вдвоем. Каждый как в своем склепе. Просто живете как сожители. Потому что вот это вот закрываетесь, самое главное, духовно. И не знаете, что вам с этим делать. Очень часто карта указывает на какое-то вынужденное разъединение либо изоляцию, да. По каким-либо причинам. То есть человек может быть в отъезде. Либо в целом у вас сейчас что-то не клеится. Но, как правило, это карта аскезы либо карта одиночества. Что у вашего мужчины по отношению к вам в мыслях? Ну, по карте звезда. Есть все-таки надежда найти свет в конце тоннеля, выбраться, например, из какой-то трудной либо сложной ситуации. Очень часто данный аркан указывает на общение либо отношение на расстоянии. И иногда мужчина может быть с вами холоден. Например, скрывать и не афишировать свои эмоции. Что же в чувствах у человека? Здесь у нас падает туз Пентакли. По тузу Пентакли это карта новых возможностей, нового шанса, новых перспектив. Человек хочет стабильности, развития отношений. По этой карте часто проходит и сильный сексуальный интерес, да. Но вместе с тем это, знаете, желание дать ваши связи второй шанс либо попробовать заново. Что же в подсознании? В подсознании у нас падает перевернутая шестерка жезлов. Он чувствует здесь, знаете, как поражение, потому что по этому аркану он понимает, что либо еще не время, либо ситуация пока вам не благоволит. Либо может ощущать себя в этих отношениях как на вторых ролях. Что, к примеру, вы им пренебрегаете по каким-либо причинам. Ну давайте посмотрим его действия в отношении вас в течение ближайшего времени. Здесь у нас падает перевернутый пашкубков. Ну, карта все-таки не искренности. То есть человек прячет свои эмоции, прячет свои чувства и даже если будут выходить с вами на контакт, потому что очень часто это все-таки карта сообщения, то, знаете, будет в общении с вами лукавить. Давайте уточним почему. Почему? Потому что здесь на лицо карта конфликт либо разденение. Перевернутые тузмечи и мужчина еще таит либо хранит в отношении вас обиду. Для тех, кто выбрал четвертый вариант. Кольцо. Карта замечательная. На самом деле можно бы указывать на то, что вы находитесь в союзе, либо стремитесь к официальному союзу. Вы уже, в принципе, можете быть семейными людьми. Или же указывать на тот факт, что либо вы, либо ваш партнер не свободны. Так, давайте смотреть, что же здесь именно. Мысли вашего мужчины в отношении вас. Тройка кубков. То есть это отношения, которые приносят ему радость, позитивные эмоции. Человек действительно как заново рождается, потому что вы даете ему ту эйфорию, ту свободу и вот то, знаете, эмоциональное счастье. Единственное, что по этой карте иногда все-таки проходит любовный треугольник. Что же у него к вам в чувствах? А здесь у нас падает перевернутый король камней. Очень часто это мужчина не свободен, который при этом, знаете, позволяет себе гулять налево. То есть развеется, расслабиться вот так, да, в таком контексте. Или же карта может указывать на мужчину, который ставит там ряд ограничений, либо мужчину скупого, прижимистого на деньги. В целом, с позиции отношений, ну, это, знаете, потребительское отношение к вам. Что у мужчины падает к вам в подсознании? Здесь у нас падает старший аркан жрица, либо карта ведьмы. Но то, что мужчина пытается либо развивать с вами взаимоотношения в тайне, в тайных армана, да, связи, и желает вас видеть в качестве любовницы. По этой карте у вас может быть, знаете, интуитивная связь с этим мужчиной, интуитивного чувствования, либо вы можете чувствовать родство души. Но, тем не менее, мужчина здесь только присоединит свои корыстные интересы. Какие же действия он будет проявлять в отношении вас? Перевернутая двойка мечей. Это, знаете, мужчина играет в этих отношениях удобную для него роль. Потому что очень часто данный аркан указывает на ситуацию, когда, например, либо мужчина может идти на примирение, либо в целом развивать взаимоотношения с вами только до той поры, пока вы ему удобны. Так, для тех, кто выбрал пятый вариант. Основой вашей ситуации здесь падает карта корабль. Корабль – это, как правило, карта перемен в личной жизни, в ваших взаимоотношениях. Очень часто сама карта по себе несет легкость, свободу. Как правило, это карта курортного романа, либо отношения легких без обязательств. Ибо здесь в целом может быть желание кого-либо из вас уплыть к другим берегам, да? Возможно, начать жизнь с новым партнером, да, или партнершей. Давайте смотреть, что же здесь у вас будет на самом деле. Итак, мысли вашего партнера в отношении вас. Здесь у нас падает рыцарь жезлов. Ну, карта хитреца, льстеца, лис, понимаете, и вашим, и нашим. Вообще, этот аркан, это карта страстного любовника, но не постоянного. То есть, много страсти, много пылкости, любви, обещаний, но, так как страсть быстро вспыхивает, так и быстро она здесь сходит на нет. Что же у него к вам в чувствах? В чувствах, ну, старший аркан, мир. Он может указывать либо на ситуацию, то, что все в ваших отношениях циклично, они могут, могут возвращаться, либо это в целом карта, знаете, как родового канала. Возможно, здесь мужчина хочет продолжение с вами отношений в каком-то более стабильном русле, но давайте посмотрим его подсознание. В подсознание у нас падает король кубков. Это отыграется особенно для тех, у кого мужчина водной стихии, то есть рак, скорпион или рыба. Мужчина крайне любвеобильный, умело пользуется эмоциями, умело манипулирует, ну, и развивает отношения, так как они ему удобны. Но с позиции его ближайших действий в отношении вас, в чем здесь говорят арканы, здесь у нас падает перевернутая восьмерка мечей. Аркан указывает на ситуацию, когда, ситуацию покажу, он в прямом положении, когда мужчина хочет, ну, сбросить в себя какие-то обязательства, либо не готов в целом эти обязательства на себя брать. то есть пока его устраивает все как есть, без внесения корректива в ваши взаимоотношения. То есть легкость, свобода, эмоции, непринужденное общение. Для тех, кто выбрал шестой вариант, основой ваших отношений здесь падает карта змея. Змея, это, как правило, либо наличие соперницы, да, в роли жены, либо в роли любовницы, иногда. Эта карта еще указывает на влияние матери на ваши взаимоотношения. Чей, это уже другой вопрос, то есть вашего, либо вашего партнера. И, помимо всего прочего, данный аркан часто говорит о том, что основой ваших взаимоотношений является сексуальная тяга к друг другу. Что же у вашего партнера к вам на ментальном плане? Ну, перевернутый дьявол, это сама по себе ситуация, желание избавиться или выйти из зависимых отношений, потому что действительно в тягость, либо человек не может преодолеть это влечение к вам. С позиции чувств карта у нас указывает на то, что человек не видит перспектив развития, ситуация застой. Иногда по этому аркану вы можете быть знакомы по работе, не обязательно что-то так, но тем не менее для многих проиграется именно в этом аспекте. Но, тем не менее, это, знаете, отношения здесь и сейчас постольку-поскольку, без перспектив развития. Ну, а в подсознании, в подсознании здесь у нас карта трудного выбора, выбора эмоционального и выбора тяжелого, когда человек принимает решение уйти, либо остаться в этих взаимоотношениях. И каковы же его действия будут в отношении вас? Здесь у нас падает карта, она называется зеркало, это внутреннее отражение себя, да, либо карта, ну, традиционно она говорит о застое, то есть пока вы не проработаете какие-то внутренние блоки внутренний комплекс и движений вперед в ваших отношениях не будет. Но будет ли мужчина каким-то образом способствовать развитию вашей связи? К сожалению, нет. Потому что здесь только формат отношений легких, без обязательств, по крайней мере, к стабильным долгосрочным отношениям мужчина здесь не готов. Для тех, кто выбрал у нас седьмой вариант, здесь падает карта письмо. Основой в ваших отношениях либо лежат отношения по переписке, они могут быть на расстоянии, либо вы, например, можете находиться в ссоре, и здесь по этой карте кто-то от кого-то ждет сообщения первого шага. Помимо всего прочего, это не только отношения по переписке, в большей степени вы можете общаться посредством интернета, созвонов, мессенджеров и так далее. Мысли у вашего мужчины по отношению к вам. Перевернутая девятка жезла говорит о том, что мужчина эмоционально закрыт, выстраивает блок, нет какого-то момента доверия. С позиции его чувств Аркан четко указывает на ситуацию, когда мужчина пытается выйти из эскиза одиночества, но вместе с тем не находит с вами какой-то общий язык, потому что перевернутый отшельник, как правило, это карта одиночества. В первую очередь здесь проблемы в его внутренних блоках. И с позиции его подсознания перевернутая десятка жезлов. Ну, это, знаете, желание сбросить эти отношения, либо эти общения, либо избавиться от тяжкого груза, либо чувства вины. Но вот если у него к вам чувства, ну, к сожалению, нет, во всяком случае на данный момент. Каковы же его действия будут в отношении вас? Ну, здесь карта дурак. Может быть, здесь желание рискнуть, либо начать все сначала, но это, знаете, отношения пустые здесь и сейчас. Человек не строит никаких планов в отношении вас на далекое будущее. Так, ну, все же, пойдет ли он первым на контакт, что он будет делать? Здесь, по карте императрица, может быть, перспектива развития взаимоотношений спаме, но вместе с тем, может указывать на наличие другой женщины у него. Вам скажу так, у вас здесь четко есть соперница, потому что перевернутый туз кубков говорит о том, что мужчина либо этот момент скрывает и не озвучивает, либо же ничего не собирается менять ваши связи, так как его все устраивает. Так, и последний у нас восьмой вариант, аркан звезды. Карта исполнения надежд, карта желаний, карта, знаете, каких-то больших перспектив, это мечты о браке, либо мечты в целом о супружестве. Но давайте посмотрим, что же здесь у вашего мужчины. На ментальном плане здесь у нас падает перевернутая королева мечей. Единственное, что здесь может быть либо какое-то чувство обиды, либо чувство досады, какая-то эмоциональная душевная рана, то есть либо в целом. Вы, например, могли как-то злословить, поязвить, и мужчина на вас мог обидеться. В плане чувств. Здесь у нас падает король жезлов. Много страсти, много огня. Мужчина очень темпераментный, то есть очень харизматичный, сексуальный, и таким образом в целом выражает свою любовь по отношению к вам. Для него это, знаете, первостепенная задача, то есть страсти к вам у него море. А что же в подсознании? А в подсознании колесо партоны. Мужчина почему-то считает, что вы ему по судьбе, вы его кармический партнер, либо именно та партнерша, которая напослана ему свыше. Каковы же его действия в отношении вас на текущий момент пауза? Давайте посмотрим, почему. Потому что четверка мечей очень указывает на ситуацию застоя, ожидания, либо взвешенных действий. И что же у нас здесь? Здесь у нас падает король мечей. Здесь, возможно, холодная, либо эмоциональная, знаете, как не то, что отторжение вас, а желание держать вас на расстоянии, дабы не показать вам свои эмоции. Все то, что у человека происходит внутри. Но все-таки давайте уточним, что же ваш товарищ все равно будет стремиться к взаимотношениям к вам, потому что вы знаете, как луч в его сердце. Вы именно топите в нем лед и топите его капитально. Но так вот у нас падает такой у нас восьмой расклад. Пусть именно у вас это так и осуществится. Вот таким у нас сегодня вышел расклад. Надеюсь, для вас он будет позитивным и информативным. Я искренне вас благодарю за внимание. Тем, кого интересны мои индивидуальные консультации на платной основе, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. У нас с вами была Ева Лехцер. До новых встреч!